Всем привет! С вами Эльвира Барякина и справочник писателя. Самый лучший способ раскрутить автор нехудожественной литературы – это писать обучающие статьи. Во-первых, вы показываете публике, что вы являетесь экспертом, во-вторых, вы рекламируете свой сайт и свои книги, а в-третьих, вы показываете читателям, что ваша сфера знаний обширна и глубока и даже, несмотря на то, что в сети найти можно все, что угодно, гораздо быстрее и дешевле заплатить вам и получить какую-то консультацию или же книгу, статью или какой-то иной продукт в упакованном уже готовом виде, в виде какой-то системы. А это на самом деле основа вашего бизнеса. Итак, сегодня я хочу вам рассказать о том, что отличает хорошую обучающую статью, как основной элемент этой системы, от плохой обучающей статьи, таких нелепых попыток сделать то, что требуется. Кстати, если у вас будут идеи о том, как можно улучшить обучающую статью, вы напишите в комментариях. Давайте создавать вместе базу знаний, а если вам известны какие-то дурацкие примеры, то пишите в комментариях, потому, что так мы будем показывать друг другу, как не надо. Итак, первый пункт – это понимание, кто твоя целевая аудитория. Многие авторы по наивности считают, что надо писать для всех, потому, что если я напишу статью для всех, то тогда у меня будет большая аудитория и тогда я прославлюсь и заработаю, потому, что никаких всех в природе не существует. Даже если вы обучаете английскому языку, у вас есть начальный уровень, у вас есть продвинутый уровень, у вас есть средний уровень, есть письменный английский, устный английский, способность вести разговор, способность понимать на слух. Много всяких деталей есть, поэтому то, что будет звучать откровением для одних читателей, для других читателей будет совершенно скучно, неинтересно и вообще просто не нужно. Классический пример таких «обучающих» статей – это «Секреты красоты и молодости», куда горе-журналист или горе-писатель напихивает вообще все – советы для молодых и для старых, разных национальностей, разных социальных слоев и разного достатка, а все равно у нас все в одну кучу будет и на самом деле эта статья ни о чем, ей пользоваться невозможно. Вывод. Нужно выбрать какой-то небольшой сегмент аудитории и какую-то конкретную проблему, с которой эта аудитория сталкивается. Вот надо над этим как раз и работать и именно эту проблему надо обозначить в заголовке или в ключевых словах в самом начале и тогда «Секрет фирмы Adidas» у вас, ваша статья будет наверху в поисковой выдаче в Яндексе в Гугле. Потому, что мало кто пишет просто обычные слова, допустим, «Как вы учите английский язык?» – это ни о чем. Английский язык для начинающих, правильно? А если для начинающих, то каких начинающих это могут быть? И студенты, и бизнесмены. У каждого своя проблема, своя узкая ниша. В узкой нише можно добиться успеха достаточно быстро. Если ниша широкая, то вообще ни о чем разговаривать, вас просто не найдут. Поэтому не путешествия по Испании, а пешие прогулки по Барселоне или «5 лучших морских курортов Испании», не «Как настраивать рекламу в Фейсбуке, такого добра в интернете сколько хочешь», а «Как настраивать рекламу в Фейсбуке для писателей или для владельцев детсадов или еще для чего-нибудь». Тогда все будет срабатывать. Пункт второй – нацеленность на конкретный результат. Читателям нашим нужны конкретные пошаговые инструкции, а не общие рассуждения, потому, что после таких общих рассуждений ты просто не знаешь, за что хвататься. Я много раз пыталась нанимать копирайтеров, чтобы они писали статьи для справочных писателей и все заканчивалось всегда одним и тем же статьей на тему «Пойди не туда, не знаю куда». Например, ставлю я задачу перед автором «Составь алгоритм, как нам описать битву». На выходе получаю следующее. Чтобы научиться описывать битвы, нам нужно много читать. Замечательно. Послали – так послали. А дело-то что? Что конкретно нужно читать, где брать примеры, какова последовательность действий, то есть, автор пытался написать полезную статью, после которой вообще никакой пользы просто нет, никакого плана действия в головах читателей не существует. Пункт 3 – глубина знаний. На свете существует десятки тысяч специалистов по интернет-маркетингу. Конкуренция огромная, все хотят денег, но звездами становятся единицы. Почему? Что делает человеком, специалист, звездой глубина знаний? Потому, что давайте посмотрим на самую-самую мою любимую звезду Нил Пателло. Что его делает? То, что он очень глубоко знает свой предмет. Если уж он берется про что-то писать, то он изучит все маленькие детали, все нюансы. Если он пишет статью, то у вас будет полная простыня, в которой будет расписано все от и до, что и как делать, в каких случаях. Более того, все его статьи будут перелинкованы между собой и появится определенная система знаний, то есть, ей пользоваться можно. Именно поэтому Нил крутой, а те, кто так не делает, не очень крутые. Делайте, как Нил. Пункт 4 – лицо проекта. Если мы хотим, чтобы читатели нас запомнили как специалистов, им надо в этом помочь, потому, что информации много, думаете, они всех запоминают, у кого какие фамилии, какие имена? Нет. Если нет фотографий автора или нет видео-версии статьи, то шанс представиться вашим читателям будет упущен. Разумеется, ими можно наработать и без того, чтобы светить лицом. Но так просто сложнее и дольше. Мы все знаем примеры, когда автор неизвестно кто, невозможно себе представить, есть только имя, но он, тем не менее, знаменитый и раскрученный. Так бывает, но так просто дольше и сложнее. Еще помогают примеры из личной жизни. Если вы начинаете описывать, как вы справлялись с этой ситуацией, то вы показываете читателям, что вы живой человек, с вами можем поговорить, к вам можно обратиться, и вы не абстрактно все это берете неизвестно откуда. У вас точно такие же проблемы и вот вы и решили. То есть, это позволяет наладить определенную связь читателей. И пункт пятый – отсутствие воды. Типичное начало статьи. Сейчас в интернете можно найти все, что угодно – стихи, цитаты, фильмы, музыку. Правда? Каждый раз, когда я такое вижу вначале, о таком добросколько угодно, хочется так спросить автора, дорогой, «Простите, зачем вы отнимаете читателям время?» Они что не знают, что можно в интернете найти? Знают. Почему авторы так пишут? Потому, что их самих кто-то научил, что вступление – это штука обязательная и там надо что-то сказать такое. Вот они и пишут, что могут, то и пишут. На самом деле вступление – это краткое описание вашей темы, о чем статья. И вы пишите, о чем это, для кого это и зачем. Больше ничего не нужно. Не надо тут общие всякие фразы вставлять. То же самое касается середины и заключений. Если нечего сказать, говорить не надо. Кстати, если вы хотите начать писать не художественную книгу, но не знаете, с чего начать, берите мой бесплатный мини-курс «С чего начать написание книги». Он вам очень поможет, потому, что это систематизированная информация. С вами была Эльвия Парякина. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok